Всем доброе утречко! Сергей пошел гулять. Я сейчас выкладываю влог. Пока влог загружается, пойду открою посылочку. Хост, ты загорась что ли, Лёка? Хвостик. Про хвостик. Сам меня хочет укусить, а сам мурчит. У нас кот не очень ручной. И вот это вот все поглаживания он особо не любит. Он любил раньше, когда еще Никитка не родился, когда он маленький был. А потом вот начинает видеть. Кусается. После рождения первого ребенка у нас с котом отношения немного разорвались. До этого мы как-то его как своего ребеночка реально воспитывали. А после этого он остался на попечении Сергея. Сергей за ним и ухаживает, и гладит, и тискает его. А я старалась его не трогать. Потому что тогда уже кот наш был уличный. И я старалась поменьше трогать кота. Да, я в основном трогала Никитку, носила на руках Никитку, естественно. А коту особо не подходило. И вот кот сам перестал ко мне подходить. Сейчас иногда, но очень редко, он ко мне подходит, начинает лосниться. И для меня это удивительно. Я обычно беру сразу камеру, показываю. О, смотрите, что-то котик ко мне лезет. А обычно всегда вот за ним ухаживает Сергей. А я как-то вот так прохожу мимо, могу его просто вот так вот почесать. Он доволен, и все. На этом наши отношения с ним окончены. Не, я котика очень нашего люблю, естественно. Но я просто его очень редко кладу, очень редко к нему подхожу. И кормлю я его только тогда, когда там Сергей уезжает либо в командировку какую-то, либо там в Москву вот он уезжал. То есть я его даже не кормлю. Основным этим всем занимаются у нас Сергей. Так, ну че. Я посылку вообще уже распаковала. У меня вот такой вот огромный пакет. Смотрите. Это заказ интернет-магазина «Любимый Василек». Вчера мы во блоге сказали, что Андрей не мог дождаться. Андрей просто ждет новое постельное белье. Вот такое вот постельное белье. Мы ему заказали. Прошлое постельное белье, которое мы ему дарили на день рождения, ему очень понравилось. Но оно ему оказалось маловато. У него кровать двухспальная, а мы ему полтора спальни заказали. Вот в этот раз заказали двухспальное постельное белье. Качество постельного белья на «Любимом весельке» просто отличное. У нас у некоторое белье с «Любимого веселька» уже больше года, и оно просто в идеальном состоянии, если не считать пару черточек фломастеров, которые у меня не ассируются. Все остальное просто оно не село, не полиняло. Оно вот там как было, так и есть. Это постельное белье я не буду раскрывать, потому что это у нас на подарок. Но я заказала еще своим мальчишкам постельное белье в новый дом, поэтому то белье я вам раскрою и покажу. Смотрите, вот такой вот комплект постельного белья я заказала для мишки. Здесь вот такие вот различные машинки. Там есть и экскаваторы, и краны. Различные, в общем, строительные машины. Этот комплект постельного белья идет полтораспальный. Я думаю, в новый дом, на новую кровать мишке отлично подойдет. Он уже растет. Я им закажу туда, естественно, уже большие матрасы. Полтораспальный то, что нужно. Так, кто-то с прогулки вернулся. Следующее постельное белье вот такое вот для Никиты. Это с роботами-динозаврами. Я сейчас это все разверну, покажу. Я когда увидела просто рисунок этого постельного белья, я в него сразу влюбилась и подумала, это вот именно для Никиты. Я так вчера говорила, что он нашел вот этот мультик с динозаврами-трансформерами-роботами, которые он смотрит постоянно. И теперь вот постельное белье у него будет вот такое вот интересное. Я сначала даже думала ему на день рождения его оставить, но потом решила все-таки развернуть сразу, показать, потому что хочется уже быстрее, чтобы он это увидел. Смотрите, вот такие вот яшки. Это простыни на этих комплектах. Вот это вот простынь от комплекта с динозаврами. И здесь вот такие вот идут динозавры. Смотрите, тоже какие яшки-яшки. Рисунки вообще классные. Это довольно плотный идет такой поплин, но в то же время, знаете, он не жесткий, он приятный. Вот такой мягенький. Качество печати очень классное. А у мишки вот такие вот, смотрите, еще ярче экскаваторы, различные машинки. Комплекты по качеству абсолютно одинаковые. То есть здесь просто разный рисунок. А качество поплина абсолютно идентичное. Мне кажется, Мишка будет в восторге. Будет разглядывать эти машинки, рассказывать про каждую машинку. Для мальчиков прям то, что нужно. И этот комплект отличный, и этот комплект очень красивый. Я, знаете, только что не продумала при заказе. Можно указывать размер наволочки. Я не указала, поэтому вот такую вот огромную наволочку прислали. У нас, конечно, подушка в два раза меньше, если не в четыре. Ну, ничего страшного, больше не меньше. Можно ушить три секунды, а можно просто подвернуть. Будет все равно хорошо выглядеть. Да, кстати, на любимом Васильке можно указывать при заказе, нужна ли просто на резинке или без резинки. Какая нужна наволочка, какого размера. Это все можно в комментариях написать, и вам пошлют именно то, что нужно. Так, дальше у меня здесь в заказе детские футболочки. Вот такие вот две футболочки для Миши и для Никиты с динозавриками. Хотя вот третью такую же заказать, но размеров таких маленьких уже не было на Степу. Очень яркие, очень красивые. Это моя любимая фирма Bonita Kids. Обожаю ее. Мне очень нравится у них качество. Эти футболочки Bonita садятся после стишки, но садятся совсем-совсем чуть-чуть. А для Степочки я заказала вот такие вот две футболочки. Одна желтенькая, яркая, и другая вот такая вот с машинкой. У него есть серенькие шортики. Я вот под серенькие шортики такую же футболочку решила заказать. Это я заказывала у разной фирмы. Здесь размер уже идет на два годика. Но мне кажется, они прям как раз будут в Степе, одна и вторая. Себе я заказала вот такую вот пижамку. Я сейчас надену ее, я вам покажу. Это вообще написано, что пижама, но я заказала в качестве домашнего костюма. Заказала специальный размер побольше, размер 44. Естественно, это все 100% хлопок. Я вообще пижамы не ношу, в принципе, мне в них неудобно спать. А в качестве домашнего костюма, мне кажется, отлично она подойдет. Смотрите, какие милашные зайцы. И вот такие вот шортики тоже с зайчиками. У меня еще многие спрашивали, где я заказала вот это вот платье. Это платье я тоже заказала на любимом весельке. И оно стоило очень-очень недорого, по-моему, 350 рублей или 320 рублей. То есть в качестве домашнего платья отлично подходит, тоже с милыми рисуночками. Вообще на любимом весельке очень много различных очень милых домашних вещей. Вот такие вот и с зайчиками, и с котятами, и с различными собачками, и с сердечками. А потом только нет, глаза прям разбегаются. И заказала еще себе второй костюм, тоже для дома костюм. Подумала, что мне будет прям комфортно в нем ходить. Тоже заказала специальный размер побольше, чтобы был свободный. Вот с таким вот принтом. В принципе, я думала, что вот эту футболочку можно надевать и не только дома, можно надевать на улицу. И к этой футболочке вот такие вот шортики в комплекте идут. Мне кажется, написано тоже пижамы или домашний костюм, сейчас покажу. Пижамы, тоже написано пижамы. Ну, у них очень много именно в разделе пижамы различных домашних костюмчиков идет. Сейчас все это буду мерить вам. Вот так вот выглядит на мне первый костюмчик. Он очень милый, очень приятный, очень комфортный. Вообще, мне кажется, можно даже было мне заказывать размер и 46, потому что вот этот 44, я хотела, чтобы он был посвободнее, но он не особо свободный, он вот тут даже у меня немножко приталенный. Так что учтите, если кто заказывает, кто хочет вещи себе посвободнее, заказывайте прям на два размера больше, они будут сидеть отлично. Мне нравится, как на мне сидит этот костюм. Дома 100% буду носить. Вообще, очень миленький, футболочка такая, прям девчачья-девчачья. Вот такой вот второй костюмчик. Ну, вот этот костюм, он на пижаму вообще не похож, несмотря на то, что на нем написано пижама, в нем можно даже на улицу выходить. Сзади вот такая вот удлиненная футболочка. Футболка, это тоже 44 размера, но чувствуется, что она свободнее. Она здесь мне уже не приталена. И вот этот вот костюмчик мне комфортнее. Он тоже из такого приятного, прям нежного хлопка. Мне очень нравится сам материал. Так, мне кажется, мне очень идет этот костюм. Если с этой футболкой надеть какие-то джинсовые шортики, прям будет отличный даже уличный вариант. Так что футболка универсальная. Мне понравилось. На первый взгляд, я когда достала из пакета, подумала, что тот костюм мне больше понравился. А сейчас, когда померила, мне больше вот этого нравится. Пишите в комментариях, какой костюмчик вам больше понравился. И напишите в комментариях, смогли бы вы в таком пройтись по улице, а не только дома. Потому что вроде как костюм домашний, тем более на ценнике написано пижамы. Как-то мысленно думаешь, что в таком на улице нельзя ходить. Но вот на внешний вид, мне кажется, отлично выглядит. Прямо куда-нибудь на пляж пройтись или во дворе гулять, мне кажется, отлично подойдет эта футболочка. Так, еще здесь в посылочке вот такая вот пижамка. Я вообще, если честно, думала, что она будет немножко другого цвета. Потому что у нас есть две пижамки с ракетами, со звездами. И на сайте была примерно такая же расцветка. Я думала, будет точно такая же пижамка, как она у нас есть. Но пришла пижама совершенно другого цвета. Здесь нет ракет, здесь только планеты. И та у нас была с желтеньким, а эта с розовеньким. Размер этот для Никиты, на вырез даже ему заказывала. Это размер 128, Никита у нас сейчас 120 см. Просто из той пижамы он уже вырез. Несмотря на то, что здесь планеты некоторой розового цвета, цвет не девчачий. Он универсальный, подойдет и мальчику, и девочке. В подарок к заказу положили вот такую вот многоразовую масочку. На смену Сергею подойдет. Маска довольно большая, мне кажется, она мне большая будет. Ну да, она мне вот тут слишком велика. Лицо у меня поменьше. Я, кстати, хожу сейчас в детской маске. Вот эта вот розовая, она вообще детская маска, в которой я хожу. Пойдет Сергея. У него как раз майка полосатая, и ему будет комплект. Так, у меня здесь еще остались две футболки для Сергея, и один костюм для Сергея. Ну, костюм он заказал из-за шорт, потому что у него нет шорт нормальных. Он здесь увидел черные шорты, захотел себе такие шорты. Не знаю, будет футболка носить или нет, но в любом случае сейчас он придет с прогулки и все это вам померит. А еще он заказал себе вот такие вот носочки беленькие. Ну, про носки на любимом Васильке тысячу раз говорила. Стоит очень дешево, а носки реально классные. Качество отличное. Я нигде таких цен на носки еще не видела. Там носки от 18 рублей. Это вот такие вот хлопковые низкие носочки, мужские. Размер 41-47. В общем, детям в этот раз носки не заказывала, потому что те еще у нас не закончились. У нас еще очень много носочков. Возможно, только в следующий раз закажем. Все ждем, все ждем. И придет Сережка вот это вот все померит. Так, пришел Сережка. Сереж, ну что, будешь мерить свои обдолочки? У тебя вот такая вот футболочка. Ну, она отлично тебе выглядит. Тоненькая. Вот эта вот год назад куплена у меня, которая прям поплотнее. Да, да я знаю. Я сразу подумала, что она похожа, но она не такая. Слушай, Сереж, ну ты в ней такой стройный сразу. Черная стройница. Правда? Да. Ну вот. Но она хорошо выглядит. Я как охранник. Я как охранник. Как охранник? Нет, нормально выглядишь. Гут? Гут. Она черная, но она даже такая. Она тоненькая, да. Она тонкая, тонкая. Она почти прозрачная. Ну, смотри. Ну, не почти. Ну, в общем, нормально будет. Сереж, а вот это вот, что это за цвет у тебя такой необычный? Настя, я спешил. Спешил сделать заказ. Да, да. Ну, поэтому я заказал просто летнюю футболку. Мне неважно было уже принт там какой. Вот такая вообще будет. Ну, давай, мери. А мы скажем, классно или не классно. У нас осталось с мотоциклом. Ну, это пошире выглядит. И рукава такие широкие. Это более такая, свободная, просторная. Они чуть длиннее, но не совсем длинные. Они такие вот хорошие. Она сама тебе длинновата, не кажется? Нормально. Нормально? Нормально. Обычная белая футболочка. Мне нравится шея здесь. Она не резинка, которая может растянуться, а такая она. Видишь, что плотненькая. Угу. Вот. Вот у таких футболок, например, здесь, не знаю, что это за резинка. Только зловина. Она через пару месяцев уже растягивается. Ее вот таким с тюльпаном становится, не знаю, как объяснить. Вот. Он торчит вверх. Домашняя стала футболка становится. Здесь вот такая жесткая, такое жесткое горло. Она не так быстро растягивается. В общем, такой футболк. Так, последний костюмчик. Цвет морской волны. Мерри. Угу. На ней написано вот, что посмотри, футболка или пижама. Он очень мягкий. Мягкий? Да. Давай, вот эта этикетка, я скажу, что это. О, а тут не написано. Написано, что это УАСП-61. Вот так. Вот такой там. Домашненький костюмчик, но шорты нормальные. Можешь в шортах этих ходить на улицу. Да, в принципе, в этом костюме можно на улицу ходить. Old school. Старая школа. Пару слов про костюм. Обычные тонкие шорты с двумя карманами по бокам. Прошиты, кстати, вот здесь небольшой тесемкой. Вот. Видно? Угу. Вот такая тесемочка. Резинка мягкая, удобная. То есть можно даже на совсем худенького человека, а не растянутся. Знаешь, вот на камере он выглядит синего цвета. А вживую он такой бирюзовый. Такой цвет морской волны. Он не синий. Хотя синий тебе тоже идет. Я смотрю на камеру, тебе прямо и синий идет. И такой цвет тоже идет. Отлично выглядит. Угу. Отличный костюмчик. Удобный. Мне твой больше нравится. Мой больше нравится. Короче. Сергей сказал, что ему больше мой костюм нравится. Майка здесь из такого же материала. У горла треугольником сделана. Одевается легко. Длинный рукав. Ну вот такой вот он. Немного темноватый. Но зато всяких этих пятен и прочего видно сразу не будет. Ты знаешь, вот у меня поплотнее. Потому что я вот эту вот футболку одел сразу же. Дети поставили мне пятно одно вот желтое. Мне тоже на одной белой футболке поставили пятно желтое. И еще ничего не так вводится. Так что такой универсальный костюм, но погулять во дворную. Или там на пляж. Если собрался. Я тоже, кстати, привела пример, что вот в таких костюмчиках можно ходить на пляж. Миш, ну тебе нравится такая футболочка? Да. Миша разглядывает динозаврика. А вот так вот на Никитке выглядит футболочка. Смотрите. Почему тут я-я-я-я? Я-я-я? Это не я-я-я. Это в зеркале, наверное, я-я-я. А тут написано р-р-р-р. По-английски только. Я-я-я-я. А в зеркале точно я-я-я кажется, да? Тут р-р-р-р-р-р-р-р. Никит, классная футболочка, нравится? Мама. Что, Миш? А пойду? Он динозавр. Динозаврюк как зовут? Ну это у нас Никитка знает. Какого знаешь? Вот это. Тираннозав classroom. Нет, это не тиранозавр, да? Нет, тут не тиранозавр. Вот это тиранозавр. А, тут нет тиранозавр. Мам, классная кивочка, спасибо. Клевое, Филочка. С 401к. тоже очень нравится. Пожалуйста, Никита. Можно мультик. Мультик? Дети пришли с прогулки и сразу просят мультик. Ну, что за дети такие? Яша написывает. Яша? А вот такая вот у Стёпы модная футболочка. Да, Стёп? Кто там у тебя? Что у тебя там нарисовано? Сразу к зеркалу побежал? Кто такой сладкий? Ты сразу к зеркалу, да, побежал, как старший? Нравится футболочка? А Стёпе всё к лицу. Под лицу всё к лицу. Такому сладкому. Миш, мам, а где мы? Дети сами включают Иви, сами включают мультики. Какой ты ищешь? Я какой-нибудь... А помните? Ну, там... Как называется? Ну, про это Лизу. Да, Лиза. Тут была Лиза и этих мальчиков. Миша сейчас увидел им шортики и ты говоришь, это кому такая простыночка? Я говорю, Миш, это мои новые шортики. Да, Глорда, я думала, это простыночка мне. Вот такие вот шортики. Ники, смотри, с зайчиками. Здравствуйте, Стёп. Наверху. Оп. Попытался надеть. Оп. Много засовывает. Смотрите, сел, пытается надеть мои шорты. Стёпа вообще у нас слишком самостоятельная иногда. Вот. Вот. Ну, это просто такие. Всё, натянул. Да, красотка. Снимай давай. Я сейчас долго думала, что мне напоминает эта кофта, потому что вот я смотрю, не могу понять, где я такое видела. А потом вспомнила. У меня был купальник, когда я была беременна. И он примерно с таким принтом, зелёным, с листиками. Вот мне эта кофта напоминает мой купальник тоже. Включила там детям мультик, а сама пошла ужин готовить. У нас сегодня на ужин будет плов. Делаю плов всегда только из длинного риса. Я уже говорила, вот у меня из короткого риса не получается плов. Что такое? Что? Там что-то? Там рис. Показай, ну возьми стульчик, да посмотри, Степаш. Степа просил просто его поднять, посмотреть. Нельзя трогать горячее. Очень горячее нельзя трогать. Смотреть можно, трогать нет. Рис скоро будет. Будешь кушать такой? Да? Гивнул. Скажи, да. Степа научился говорить, деда. А теперь можно просто научиться говорить, да. Будешь кушать такой рис? Хвост хочет кушать, а Сергей ушел. Степа, Хвост, мне нужно тебе кушать, давай. Поздненько. Вот этот вот плов, самый простой, который я делаю. Дети у меня всегда едят с удовольствием, с огромным. Степа, что такое? Себе хочешь тарелку с помидорчиками? Кушай, кушай, можно кушать. Кушай. Приятного аппетита. Мам. Да, Миша. Детей спать уложила. Взяла вот этот вот шарик. Сейчас буду новый слой клеить. Наварила нового клейстера, свеженького. Сейчас буду заново обклеивать. Потом, когда шарик полностью высорнет, когда все слои будут готовы, вот этот вот отрезается кусочек, туда накладывается. Различные там сладости, игрушки. Ну, в общем, что должно оттуда выпадать, когда это все разобьется. И вот этот вот кусочек потом уже сверху заклеивается, чтобы не было видно. Я планирую, наверное, завтра испечь коржи для торта. И уже там послезавтра собирать этот торт. Потому что сегодня уже 13 число. День рождения у нас 15 числа. Так что нужно уже готовить торт. Начинать. В принципе, коржи можно испечь, положить их в холодильник. С ними в течение недели ничего не случится. А потом будет проще торт просто собирать. Схожу за сливками, сделаю крем. И, в общем, буду готовый торт собирать. Быстрее будет. На Сергея день рождения я торт не делала, потому что Сергей сам сделал. Ну, а тут я уже буду делать торт такой большой. Потому что на день рождения на много человек. Там будет много детей. Возможно, даже сделаю сама торт. И еще какой-то торт будем покупать. Может быть, даже я два сделаю. Или сделаю какой-нибудь просто огромный торт. Посмотрим, как получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!